Знакомясь с фильмом, мы видим собравшуюся группу людей. Сет пытается объяснить Веронике, над чем именно он работает. Он приглашает ее вернуться в лабораторию, но ему хладнокровно отказывают, когда Вероника уходит. Сет далее пытается убедить ее, побуждая взять интервью у него, а не у кого-либо еще. Затем нам быстро показывают, как Вероника везет Сета в его квартиру, и пока они разговаривают. Мы обнаруживаем, что Сет с юных лет страдал морской болезнью. Они оба входят в квартиру Сета, и Сет начинает играть на пианино. Вероника выражает небольшое сожаление. Идет в квартиру Сета, на что он плавно заявляет, что она должна остаться. Вероника уже видела его эксперименты, и шутит по поводу их. Затем он раскрывает еще одну машину, которую он построил. Сет демонстрирует ее, а Вероника наблюдает. Затем ее чулок переносит с одной машины в другую, проверяя успешную телепортацию. Она спрашивает, как он это совмещает, но он по сути говорит, что он не самый умный. Он просто складывает все это на основе ума или денег других людей. Он узнает, что она журналистка, и требует, чтобы она отдала свои записи, а также требует, чтобы она ничего не написала о том, что она видела. Она уходит, показывая запись своему боссу, который думает, что это шутка, и отвергает ее. Сет следует за Вероникой на работу. Она говорит ему, что ее босс думает, что он лжет, и Сет испытывает облегчение. Сет приглашает Веронику на обед, где объясняет, что несмотря на то, как сильно он хочет рассказать о том, чем он занимается, его работа еще не готова, и что-то важное отсутствует в его экспериментах. Он показывает, что может телепортировать только неживые существа. Вероника все еще не убеждена, что ей не следует публиковать эту историю, но Сет говорит ей следить за ним и его творчеством. И он подарит ей не просто историю, а возможно даже книгу. Она соглашается, и затем мы видим, как она приходит к себе домой. Она слышит, как работает душ, и сталкивается со своим бывшим парнем. Он настаивает на том, что она хочет, чтобы он вернулся и жил с ней, в то время, как она заявляет, что ей просто лень менять замки. Он подшучивает над Сетом, считая его своим новым парнем. Вероника отрицает это, заявляя, что возможно даже не будет использовать его в качестве темы для статьи. Статис выражает свои сомнения, но дает ей возможность продолжить эту тему. Затем он уходит, и затем мы видим Сета, проводящего еще один эксперимент с живым существом. И Вероника записывает эксперимент. Сет использует павиана для эксперимента, который терпит неудачу из-за ужасной смерти примата. Вероника записывает разочарование Сета и его. Теорию, что его устройство может работать только с неодушевленными предметами. Он заявляет, что недостаточно знает о плоти и хочет узнать больше. Она пытается продолжить интервью, но Сет расстраивается еще больше и уходит, заканчивая интервью. Позже вечером Сет и Вероника сближаются, и Вероника выражает свое влечение к Сету и затем проводит с ним ночь. Вероника вытаскивает микрочип из спины Сета и комментирует волосы, которые она находит на его спине. Это приводит к идее и эксперименту Сета, который телепортирует кусок мяса. Он кормит им Веронику, которая жалуется, что у него плохой вкус, и Сет утверждает, что компьютер не правильно переносит стейк и пытается исправить ошибку. Он идет чинить компьютер, и Вероника покидает квартиру Сета, но за ней следует ее бывший парень. Она видит его в магазине, и он обвиняет ее в том, что она осталась с Сетом. Возникает спор, и Вероника заявляет, что они не пара, и она может делать все, что хочет. Затем Статис покидает квартиру Вероники. Позже Сет пытается телепортировать другого павиана, и в конечном итоге ему это удается. Сет и Вероника празднуют, и Вероника предлагает им двоим отправиться в отпуск. Это прерывается тем, что Вероника обнаруживает, что Статис отправил Сету фальшивую обложку статьи. И Вероника уходит к раздражению Сета. Вероника разговаривает со Статисом, и он пытается забрать ее историю о Сете. Затем мы видим, как Сет пьет и думает о скрытых отношениях Вероники со Статисом. Его это не устраивает, и он пытается создать диалог с собой и Вероникой. Затем он берет на себя задачу телепортироваться, не зная, что в камеру проникло, и муха изменила ход эксперимента. На данный момент он выходит невредимым, а Вероника возвращается в квартиру Сета. Он говорит ей, что он успешно телепортировался, а вскоре после этого он спрашивает ей о ее отношениях со Статисом. Вероника уверяет Сета, что ему не нужно ревновать, и что она предана Сету и их отношениям. После этого они немного веселятся. На следующий день Сета разбудила муха, и он ловит ее. Он встает с кровати, и за ним следует Вероника, которая просыпается через некоторое время. Она видит, как он проверяет свои физические возможности, и выполняет впечатляющие упражнения. Он заметно улучшил физические возможности, выполняя несколько упражнений, на которые раньше он был не способен. Затем они пьют кофе, когда Сет объясняет свою теорию о том, почему его физическое состояние улучшилось после телепортации. Она отмечает, что он потребляет много сахара, пока он продолжает объяснять свои теории телепортации. Он игнорирует ее точку зрения, продолжая развивать свои текущие теории. Мы подходим к еще одному страстному моменту Сета и Вероники, и она замечает волосы на его спине. Он не обращает внимания и пытается заставить Веронику тоже телепортироваться. Она не хочет этого, и он оскорбляет ее, утверждая, что она напугана и мешает прогрессу. Вероника утверждает, что что-то пошло не так, когда он телепортировался, на что он продолжает ее оскорблять. И что ему нужно найти кого-то нового, кто будет не отставать от него и его экспериментов. Он оставляет ее в своей квартире и уходит в город. Сет заходит в бар и начинает разговаривать с женщиной в баре. Сет делает ставку в армрестлинге, что он сможет победить любого из них. И он избивает одного из мужчин, сломав ему запястье. Затем он забирает женщину и выходит из бара. И проводит еще немного времени в разных барах, а затем возвращается в квартиру. Он несет ее в свою квартиру и показывает ей свое устройство телепортации. Они проводят ночь вместе, и на следующее утро Сет пытается заставить ее использовать устройство телепортации. Сет пытается заставить пройти через устройство, но его останавливает Вероника. Женщина уходит, и Вероника говорит, что Сет меняется, и это не к лучшему. Она исследовала волосы Сета на спине и обнаружила, что они нечеловеческие. Он далее утверждает, что на самом деле это были человеческие волосы. Затем Сет кричит, что Вероника должно быть ревнует, и что она пытается затормозить его. Затем он заставляет ее покинуть свою квартиру, оставив ее в коридоре. Вероника уходит и плачет, пока Сет бреет свое изуродованное лицо перед зеркалом. Сдирая ноготь, он понимает, что действительно что-то не так. Он в изумлении отрывает еще один ноготь. Вскоре после этого он изучает первоначальный процесс телепортации и обнаруживает, что вместе с ним телепортировалась муха, вызвав изменения. Компьютер сообщает, что муха ассимилировалась с Сетом на молекулярном уровне. Затем мы видим Веронику за работой, и вскоре она получает звонок от Сета. Он говорит ей, что она права насчет его изменений, и приглашает ее к себе. Она приходит и видит его ужасно изуродованным. Он продолжает объяснять, что муха повлияла на его первую телепортацию, и это стало причиной его изменений. Вероника старается быть оптимисткой, и заявляет, что должно быть что-то, что они могут сделать, чтобы изменить Сета, но он отвергает эти предложения. Заявив, что есть положительные изменения, и что это не то, что следует менять. Она наблюдает, как части его тела отваливаются, и он умоляет ее помочь. Вероника идет к Статису за советом, и он говорит ей просто не возвращаться к Сету, и оставить его в покое. Она пытается возразить, что ей следует помочь Сету, но Статис снова это отрицает. Статис предлагает, чтобы Вероника показала ему Сета, и позволила ему увидеть настоящее состояние, и что он может подумать о том, чтобы что-то сделать, увидев какова ситуация. На самом деле, Вероника возвращается в квартиру Сета, и видит, как он карабкается по потолку. Он спускается, демонстрируя свои вновь обретенные способности. Затем он продолжает объяснять, что он превратится в что-то еще, и что в его тяжелом положении есть положительная сторона. Затем он просит ее записать, как он ест пищу, а затем Вероника показывает это Статису. Вероника возвращается в слезах, и сообщает Статису, что беременна ребенком Сета. Вероника и Статис идут, чтобы на аборт. И ко всеобщему шоку и ужасу она рождает огромных личинок мух. Вероника просыпается от этого ужасного сна, напуганная и одинокая. Сет пытается исправить свою мутацию, но останавливается изменением голоса. Его зубы также ломаются, когда он осматривает изменения. Появляется Вероника и говорит ему, что хочет что-то сказать Сету, и Сет говорит, что она больше никогда его не увидит. Он утверждает, что был насекомым, которому снилось, что он человек, и что насекомое взяло верх над ним. Он причинит ей боль, если она останется. Вероника уходит в слезах, и хочет убрать ребенка Сета с помощью Статиса. Она пытается сделать это немедленно, но Статис утверждает, что нельзя это сделать сейчас. Они уходят, но не понимают, что Сет наблюдает сверху. Вероника и Статис объясняют врачу, почему они хотят сделать аборт. Врач выражает сомнения, но Вероника непреклонна в необходимости проведения процедуры. Сет внезапно прорывается через окно больницы и забирает Веронику. Он просит ее не делать аборт, а Вероника возражает, что она не может. Статис входит в квартиру Сета с оружием, готовый убить Сета. Но на него нападает Сет. Вероника не дает Сету убить Статиса, и Сет просит ее помочь ему стать человеком. Сет объясняет, как она может помочь ему снова обрести человеческий облик. Сет утверждает, что они будут идеальной семьей, но Вероника сопротивляется и в конечном итоге причиняет физический вред Сету, который затем превращается в настоящую муху. Статис просыпается, когда Сет помещает Веронику в устройство телепортации, встает и стреляет в устройство, выводя его из строя. Сет пытается сбежать, но не может и его. Телепортирует, как полумертвую муху монстра. Вероника забирает оружие у Статиса, и Сет пытается заставить ее убить его. Она делает это, оплакивая его кончину.